Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад видеть вас на своем канале. Мы с вами разбираем, напоминаю, что колоду Таро, Гестава Дере, которая в целом вся исполнена в черно-белом варианте, ну а как еще иначе, быть гравюром в традиционном смысле, в традиционном исполнении, конечно, черно-белыми. И сегодня у нас на очереди будет огненная масть, пятерка жезлов. По традиции мы с вами будем разбирать ее как самостоятельную карту, имеется в виду отдельно в целом, посмотрим на нее, на то, что здесь изображено, и почему, и зачем. Но также, как мы, повторюсь, это уже делали раньше, в разрезе и в привязке к карте из традиционной колоды Уэйта, как наиболее такой всем известной, распространенной, которую все знают, с которой большинство, наверное, из вас начинали. Поэтому давайте мы сразу с вами и будем перемещаться уже в наш урок и потихонечку двигаться. Переходим в раздел Библии. Напоминаю, что мы смотрим карты в том разрезе, что по книгам. То есть каждая из книг, она имеет какой-то определенный набор карт. Библия содержит достаточно много карт. 26 мы начали именно с нее. И вот видно ряд, который мы с вами уже прошли. Это паш, рыцарь, король, четверка жезлов и пятерка жезлов. И в целом, я должен сказать, что масть жезлов очень широко представлена библейскими сюжетами. В отличие от остальных, вы это, в принципе, можете наблюдать. Видно сейчас перед вами всю картину. И переходим с вами в пятерку жезлов. Пятерка жезлов. Я был сегодня тоже, когда готовился, был в некотором замешательстве относительно того, с чего начинать. Начать с того, чтобы разобрать карту в традиционном ее значении, а потом перейти к библейскому сюжету. Либо вначале библейский сюжет. И вроде как бы остановился на втором варианте библейских сюжетов. Потому что он мне показался достаточно простым. Чтобы просто его зачитать и дальше, держа его в голове, сопоставлять, сравнивать с тем, что мы знаем в традиционном значении о карте. Что мы можем понять из-за декального дома и так далее. Но, столкнувшись с жизнью персонажа, который здесь изображен, зовут его Яков. Как несложно уже было догадаться, исходя из названия самого видео. Я понял, что его жизнь, она требует некоторого пояснения и некоторой большей такой открытости до этих событий. Мы не будем затрагивать, что потом будет происходить в его жизни. На этом жизнь Якова не заканчивается. Но все, что будет происходить до, оно также имеет связь с тем, что происходит на этой карте. И почему тогда эта карта должна называться «Пятерка жезлов» и как она связана вот с такой картой по Уэйту. Потому что здесь, как мы видим с вами, хоть и там, и там изображена борьба, но здесь один человек и ангел, а здесь много людей. Ну, пять имеется в виду, да. Имеет смысл все-таки начать с традиционного рассмотра карты Уэйтовской, а потом уже перейдем с вами к библейскому повествованию. Поэтому, что мы сегодня с вами сделаем? Мы с вами разберем, в общем-то, значения традиционные. Мы посмотрим, какой это зодиакальный дом. То есть, разберем наши обе карты в разрезе астрологии. Посмотрим также мы потом уже само повествование из Библии, что там говорится об Якове, что это за человек. Почему авторы, составители колоды из компании «Лос Карабео» выбрали на пятерку жезлов именно персонального какого-то человека? Почему нельзя было взять некую сцену какую-то, где могла бы присутствовать такая же конкурентная борьба? Почему один человек борется с ангелом? Как бы неравнозначные немножко условия. Если здесь так или иначе пахнет не какой-то конкуренцией, когда все равны и борются за что-то, отстаивают каждое свое, и здесь не видно явного лидера, то в этом случае как-то вот на первый взгляд кажется все несколько по-другому. Как будто бы я бы скорее отнес к шестерке жезлов даже, где выявляется какой-то явный лидер, который заслуживает чего-то. Ну, шестерка жезлов у нас будет в каком-то отдаленном будущем, поэтому особое внимание уделим, почему же все-таки здесь авторы, составители колоды взяли эту гравюру Гестава Дере. Есть у меня небольшой для вас фильмец, который мы также рассмотрим, разберем в разрезе данного сегодняшнего урока. И в интересном творцы подготовили нам картины, живопись, гравюры. Имеет смысл также на них обратить внимание, чтобы расширить наш кругозор. А как же, например, 100, 200, 300 и даже 500 лет назад изображали эту самую сцену, когда Яков борется с ангелом. Вот. Ну что же, пожалуй, имеет смысл прямо уже и начинать. Давайте мы с вами переходим в значение. И почитаем, что же относится в традиционном значении понимания к арте жезлов. Я хочу напомнить, а для тех, кто, может быть, так случилось, смотрит эту лекцию как первую и не слышал остальных уроков, не слышал остальной какой-то информации, то хочу напомнить, что жезлы — это у нас стихия огня. И сейчас не буду вдаваться в подробности, как так сложилось, что колода Таро разделена на четыре масти, на четыре стихии — огонь, вода, земля, воздух. Что к чему относится, какие характеры раскрывают, об этом есть другие лекции, где можно это все послушать. Если не память не изменяет, то это в Короле жезлов. В Короле жезлов так получилось, что мы эту тему чуть-чуть раскрыли полнее. Жезлы — это у нас стихия огня, это у нас энергия, это то, что заставляет постоянно двигаться вперед. Как огонь не может стоять на месте, как огонь не может замереть, это очень активная подвижная стихия, которой постоянно требуются новые какие-то свершения, достижения новых вершин, движения в любую сторону, вперед, назад, влево, вправо. Однозначно это будет движение. Поэтому, и, кстати, сразу обращая внимание на визуальный образ этой карты, что здесь, что здесь, она выглядит динамичной. Помним, да, что жезлы в целом — это динамичная стихия. Но если мы говорили с вами в прошлый раз, на прошлом уроке, о четверке жезлов, то, несмотря на в целом всю динамику стихии огня, сама по себе четверка — достаточно стабильная структура, и в этом есть и плюс, и минус. То есть это как некий такой итог, некое подведение черты, мол, мы к чему-то шли, мы старались, мы пришли, можно сейчас выдохнуть, отдохнуть, сказать, фух, наконец-то, и насладиться временно, скажем так, трудами, которые, плодами своих трудов. И в прошлый раз у нас была земля обетованная, как некая тоже логическая точка, к которой пришли евреи, выйдя из египетского рабства. Вот они пришли, они, помните, несли вот это самое огромное виноградо, огромное, когда два человека его несли, и можно сказать, что их длительный поход, их длительное рабство, в конце концов, оно увенчалось сейчас успехом. Но, как мы потом выяснили, это был не конец, не была подведена черта промежуточно-итоговая, но им дальше предстояло еще пройти очень важные соревновательные, да, по пятерке жезлов этапы. То есть, понятно, что мы с вами перешли в другую карту, перелистнули просто события на несколько сотен лет назад, и сейчас здесь совершенно другие люди будут, но логика в этом есть. Возможно, возможно, в будущем, когда будут сделаны все лекции, я сделаю какую-то отдельную одну, может быть, несколько лекций, где мы сгруппируем по порядку, по мастям, например, условно говоря, как путь героя, да, возьмем, выберем, это я сейчас пока думаю, на самом деле не знаю, как это будет, но, предположим, возьмем этого же там Исаака, Альба, Аураама, и вот его проведем по жезлам, от Туза и, ну, например, до десятки, как вот он мог бы быть в этих разных ситуациях, и как они могли с ним развиваться и складываться. Ну, так у меня мысль такая появилась пару дней назад, не знаю, насколько она будет превращена в жизнь, насколько она будет иметь место, когда мы с вами пройдем все карты. А сейчас давайте будем же читать, что люди, знающие, говорят об этой пятерке жезлов. Эта карта говорит об отстаивании собственных интересов среди таких же умных. Это возможность сравнить свои возможности и способности с возможностями других. Персонажи на карте задели потасовку. Непонятно, всерьез или в шутку, тем не менее очевидно, что это сражение явно не настоящее. Максимум тренировочный бой. В ней есть вызов и напряжение. Она предлагает испытать свою силу, волю, навыки, таланты, знания в соревнованиях с другими. Так оно и есть. Глядя на карту, мы понимаем, что не ты один такой умный. Таких пять человек. Ну, пять, может быть, здесь не буквально в смысле имеется в виду. Мы дальше поймем, когда будем разбирать уже по ключевым значениям, по ключевым словам. Особенно в разрезе работы, в разрезе какой-то конкуренции, карьеры. Это может быть сколь угодно у людей, это вообще могут быть какие-то противоборствующие компании, либо группа компаний. В целом имеется в виду, что здесь нет явного лидера, нет явно того, кто отличается чем-то от других. Не в лучшую, не в худшую сторону. Это очень хорошо может прослеживаться среди студентов, среди сотрудников на одинаковых каких-то условиях. И в конце концов, здесь в целом вся эта карта говорит о каком-то соревновательном духе, который очень часто и присутствует на спортивных мероприятиях, где еще непонятно, лидер ты или нет. Пока ты не стал на пьедестал и на грудь твою не повесили золотую медаль, ты такой же, как и все остальные. Ты стоишь на таких же стартовых нарожках с теми же позициями, набором характеристик. Обычно эта карта выпадает в ситуациях, где надо проявить мужество и продемонстрировать окружающим все, на что мы способны. Хайя Бансков отмечает, что самым неудобным и одновременно самым захватывающим является то, что никогда не знаешь, чем все это, собственно говоря, закончится. Да, эта карта еще раз нам намекает и говорит о том, что не будет явного лидера. Ну, на самом деле, практика показывает, что соседние карты могут сказать о том, в какую сторону будет двигаться ситуация, либо человек в ситуации. Но сама по себе эта карта, она просто показывает динамику, она показывает борьбу. Одновременно она говорит нам о... Она не дает определенности. Она говорит о том, что будет вот это все происходить, либо что-то уже происходит, но каков будет результат, непонятно. Этот результат покажут только соседние карты. В пространстве аркана явно царит обстановка несогласия, противоречий и соперничества. При благоприятном карточном окружении удается успешно вести споры, занимать авторитетную позицию и убеждать своих оппонентов. Любая пятерка прорывает стабильность четверки. Помните, мы с вами говорили на прошлом уроке, на прошлой лекции, что четверка, несмотря на всю свою стабильность, она же и порождает некую такую закостенелость, она порождает то, что человеку не хочется дальше никуда двигаться. А вот пятерка — это как раз прорыв после четверки. Пятерка — это то, что наконец-то свершается. Наконец-то мы отдохнули, набрали сил, либо насладились нашей предыдущей какой-то победой, но пора двигаться дальше, это был лишь промежуточный этап. Надо завоевывать эту землю обетованную, в конце концов. Любая пятерка прорывает стабильность четверки. Это борьба внешняя, внутренняя. Сражение за главенство как внешнее, так и внутреннее. И, как вы уже сами знаете, имея опыт работы с картами или, как минимум, теоретические наработки, вы понимаете, что карты могут проигрываться как во внешней борьбе, в буквальной. Конкуренция на работе, конкуренция между противоположными полами в отношениях. Также это может быть и внутренняя борьба, когда нам приходится самим с собой мыраться внутри, когда есть разные желания. И пока непонятно, какое желание главнее. Нужно внести какую-то ясность, нужно, чтобы одно какое-то желание, в конце концов, победило и выделилось из этой общей массы, общей толпы. Открываешь холодильник, и ты еще не знаешь толком, что тебе вообще поесть. Есть пять разных видов еды, есть салат, есть колбаса, есть, в конце концов, торт с кофе. И одинаково всего хочется. И вот надо как-то провести эту борьбу внутреннюю. Ну, такой простой пример. Естественно, вы все знаете о том, что в жизни бывает все намного труднее и сложнее, когда приходится принимать более важные решения, чем просто о том, что же съесть на ужин. Во-первых, проблемы по пятерке жезлов могут быть неприятными в настоящий момент. Но они, как правило, рассасываются без сколько-нибудь серьезного ущерба. Во-вторых, это брошенный нам волнующий вызов судьбы. Приглашение помериться силами, посоревноваться. Тут даже речь идет, автор пишет о том, что это может быть вызов судьбы. То есть не просто... Помните, как мы с вами разбирали задекальные дома? И очень часто, когда мы читали с вами о третьем, либо четвертом уровне проработки любого, почти любого из домов, насколько мне память не изменяет, там всегда шла речь о том, что человек уже не видит явного внешнего врага. Человек не воспринимает даже своих явных врагов в мире как таковых, которого следует ненавидеть, обижаться на него или как-то еще. Он их воспринимает как уроки, которые необходимо пройти, как испытания, которые посылает ему абсолют, бог, карма. Называйте удобным для вас словом, суть это не поменяет. Так вот, и по этой пятерке речь как раз идет о том же, что это как бы может быть какой-то вызов, брошенный нам с самой судьбой. И неважно, в чем это проявится, во внутренней борьбе, либо во внешне какой-то конкурентной среде. Нам предлагают попробовать свои силы. Может быть и вправду в каком-то состязании, споре, а может быть и в некоем новом для нас деле. То есть визуально может все, что с нами происходит, и не выглядеть этой самой пятеркой жезлов. Могут вообще напрочь отсутствовать люди рядом. Мы вроде бы как бы наедине с самими собой. Но может происходить эта самая борьба. Внутри нас, продиктованная новыми обстоятельствами. А помним, что четверка это стабильность, перешли в пятерку, это однозначно что-то новое. То есть там у нас была ступенечка, была площадочка, пошел новый лестничный пролет. Нужно делать новые шаги, нужно двигаться дальше, подниматься вверх. А однозначно будет что-то новое. И вот здесь еще непонятно, во что это новое превратится. Оно может быть вот так, а оно может и вот так. И зависит от того, как мы себя в общем-то проявим в этом деле. Ну а в раскладе от соседних карт, если мы говорим о гадательном инструменте и о предсказании будущего. Способности для этого у нас есть. Вот мы смотрим по карте. И нам просто представляется шанс применить их. Так что опасаться серьезного поражения или ущерба нет причин. И правда, глядя на этих молодых людей, все в одинаковых условиях. Все выглядят молодыми, здоровыми, все с одинаковыми жезлами. Нельзя никого выделить ни в худшую, ни в лучшую сторону. Потенциал по этой карте определенный имеется. Здесь одновременно есть и понимание того, что придется хорошенько поработать. Мало того, будет ощущение еще и борьбы. Кого-то это может смущать, кого-то наоборот подзадоривать. Зависит все от характера человека, от того, как он воспринимает эту самую конкуренцию. Кого-то наоборот зажигает и заставляет двигаться вперед. Кого-то может угнетать. Но, как бы из песни слов не выбросишь, это по этой карте присутствует. Так, 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 значит, способности у нас есть, возможности по этой карте также имеются. Шансы, какие предлагает эта карта, упускать не следует, потому что они дают нам возможность убедиться в своих способностях, осознать их. В застоявшуюся жизнь эта карта вносит разнообразие и перемены. Это в прямом смысле попытка свершения. Окружающие карты могут предсказать, что из этого получится. Ну, неоднократно, ведь, уже идет отсыл к тому, что окружающие карты покажут, к чему это приведет. Так и есть, потому что эта карта не конечные результаты, это не итоговая карта. Это карта, которая показывает движение, показывает динамику. Здесь и сейчас. Представьте себе, проходит некий соревнование, ну, предположим, там, Формула-1, и стоит фотограф, снимает происходящие на соревнованиях, и вот он фотографирует машину в движении. Там будет такая себе какая-то динамичная картина, немножко, может быть, даже смазанная какая-то красной Феррари с наклейками Мальбро и прочие-прочие такие вот какие-то атрибуты, присущие данному соревнованию. И это все будет вырванный момент какой-то из общего контекста. Непонятно, победит этот человек или нет, потому что рядом много таких же других машин, но у него есть шансы победить. Ничего не мешает. И погода замечательная, и пилот за рулем автомобиля тоже высококлассный. И сама по себе машина тоже прекрасная. Вот эта карта аналогичным образом выглядит. Это что-то вырвано из контекста. Только дальнейшие карты либо дальнейшие раскаты покажут, во что это может вылиться. Либо, ну, подождать, либо действовать. В общем, там потенциал и шансы есть на победу, на то, чтобы себя как-то проявить и зарекомендовать. И в этом даже есть некий азарт. А получится или нет? Личное, то есть как это может проявиться в личном, в жизни, в саморазвитии у человека. Это будет внутреннее напряжение, как результат вызова извне. Мы уже об этом говорили с вами выше. Не обязательно, чтобы это были какие-то явные события, которые сразу можно характеризовать по этой карте. Это может быть что-то и незначительное, но внутри вызовет вот такую вот борьбу. Стремление выбиться в люди и жить по-человечески. Иногда высокомерие и гордыня. Но это в перевернутом значении, когда человек может явно переоценить свои возможности. Знаете, как из пословица, что не стоит недооценивать своего врага. Вот в перевернутом значении может такое и происходить, что кто-то из парней, кто-то из этих ребят, он явно может посчитать, а, либо он лучше всех остальных, причем лучше не объективно, а субъективно. Он таковым не является, но считает себя таковым. И, естественно, это прямой путь к поражению. Второй вариант, он может также недооценить врага. Ну, в общем-то, что почти одно и то же, как минимум результат будет одинаковый. То есть и там, и там, уже со старта пахнет поражением. Поэтому высокомерие и гордыня будет проигрываться, как в перевернутом негативном значении по этой карте. А вот стремление выбиться в люди, жить по-человечески, то есть это какая-то наша внутренняя борьба, когда мы выбираем между тем поработать лишних несколько часов, либо сидеть с айфоном в руках, рассматривая соцсети. Выбираем между тем встать рано утром и совершить пробежку, либо поспать подольше. И вот такие вот какие-то постоянные вещи, которые нас толкают и спустя время могут сказать, что мы выбились в люди, либо начали жить по-человечески. То есть какие-то действия, которые могут к этому привести. Ну, естественно, чаще всего это может выливаться либо уже в рабочей сфере, то есть в карьерном росте, либо в личностном росте, когда мы работаем над самим собой. Ну, условно говоря, человек захотел похудеть. И для этого, конечно, ему нужно будет, кроме того, чтобы чисто физически ходить в зал что-то делать, у него будет постоянно приходить внутренняя борьба, потому что похудеть будет сопряжено с рядом еще других факторов, как те, которые нужно делать, так и те, которые не нужно делать. И постоянно нужно будет соревноваться внутри себя, выбирая между чем-то и чем-то. По пятерке жезлов мы не даем загнать себя в угол и доказываем, что не лыком шиты. Понятно, да? Вот по этой карте это легко ощущается, легко это видно. В этом состоянии по закону проекции может казаться, что весь мир ополчился против нас. Но на самом деле борьба разворачивается внутри из-за того, что действия не соответствуют целям, а подлинные желания тем стремлениям, которые мы как будто активно исповедуем. По закону проекции имеется в виду, что очень часто, знаете, как закон Мерфи, когда то, чего ты не хочешь, оно притягивается, а закон проекции это когда ты в людях, в их отношении к себе, либо в целом в жизни, то, как она к тебе относится, может проецироваться то, чего ты больше всего боишься, или то, чем тебе нужно столкнуться и бороться. Так вот, как раз по закону проекции может и быть ощущение, что мир ополчился против нас. Но на самом деле борьба, она идет внутри нас. То есть это не столько в мир такой, это мы такие. Это нам надо поработать над самим собой. И по-моему, в пятом доме, мы когда будем его разбирать с вами, отчасти мы это затронем. Вообще же, пятерка жезлов это кризис на пути к самосовершенствованию. Человек пятерки жезлов отчаян и смел. Он лезет на рожон, принимает вызовы, ищет переключения на свою голову и вступает в полемику по любому вопросу. Почему кризис на пути к самосовершенствованию? Потому что, глядя на эту карту, мы ощущение, что мы боремся, как тот Дон Кихо с ветромными мельницами. еще нет никакого явного результата. И вообще непонятно, зачем я это делаю, если нет результата, если нет никакого выхлопа. Для чего бороться, для чего вообще стараться, для чего это все нужно делать? И естественно, в саморазвитии может наступить тот самый кризис. И это может привести в карту в перевернутую и точнее карту в негативном прочтении может это выявить, раскрыть и показать, что у человека наступил кризис, что он что-то делает. Ну тут два варианта. Может он хорошие и правильные вещи делает, но он себе разочаровался, а отсюда что? Он может прекратить это делать. Второй вариант он может делать не то, не то, что должно привести к тому результату, который он ожидает. Он хочет похудеть, но он не тем занимается. Ему не надо, условно говоря, заниматься измеряющими видами спорта. Ему достаточно сесть на какую-то щадящую диету, исключив, предположим, углеводы, кому-то жиры, кому-то не есть после шести. У всех разное может быть. Карьера. Споры по поводу ресурсов, собственности, авторских прав, сфер деятельности. Споры. То есть, имеется в виду какая-то полемика, какие-то разногласия, какое-то разночтение. Масса разногласий по всевозможным производственным вопросам, что явно не улучшает рабочую атмосферу. Так пишут авторы. Но я скорее сказал бы, что соседние карты покажут, улучшает либо не улучшает. Потому что конкуренция, она зачастую порождает лидера, либо она способна родить явную какую-то идею, направление, стремление, которое будет лучше, чем остальные. приспособление к существующим условиям и их творческая трансформация. Вот это уже ближе. Типичная карта, ближе имею в виду к прямому прочтению, к позитивному прочтению из этой карты. Типичная карта соревнований и защиты в академическом смысле. То есть, это может касаться всего, если мы говорим о гранире, всего, что связано с тем, где нужно что-то отставить в конкурентной среде. Это может быть школа, университет, защита докторской, я не знаю, работа среди равных прочих своих коллег-конкурентов любая, повторюсь, конкурентная среда будет проигрываться по этой карте. И уже будущее либо соседней карты покажут, во что это может вылиться. Сможешь ли ты выплыть в этом всем и стать лучше, либо потонешь. В конце концов, если мы сами говорили о том, что в личном, в саморазвитии, что это попытка выбиться в люди, это попытка, как там еще было сказано, жить по-человечески, то мы понимаем, что из этих пяти не все смогут этого добиться. Я не говорю, что один, но явно не все, согласитесь со мной. И жизнь это неоднократно доказывает и показывает. По ней идут профессиональная подготовка, упражнения, как таковые, развитие физических и иных способностей, труды праведные в учебных ситуациях, в которых человек на самом деле сталкивается как с реальностью, то есть какими-то объективными внешними факторами, так и собственными слабостями, страхом, недостатком, энергии и тому подобное. То есть еще раз мы говорим, что это у нас как внешняя конкурентная борьба, так и внутренняя. Визуально тебе может ничего не угрожать, никакой конкуренции не пахнет, но так трудно тебе начать заниматься йолой, либо продвинуться собакой мордой вниз, или еще в какой-то позе, которая тебе вообще никак не дается. И нужно с этим тебе бороться, например, если ты хочешь достичь какого-то результата. Острая конкуренция в избранной сфере деятельности и попытка завоевать новые территории. Финансы. Финансы это у нас не только имеется ввиду буквально в смысле деньги, это у нас сфера пентаклей, но сюда же будет относиться и затраченная энергия, то есть все то, что условно говоря по стихии земля то, что мы получаем, но так же как и то, что мы тратим на какие-то свои ресурсы, имеется ввиду энергию, время, чтобы получить эти самые финансовые, эти самые пентакли. То есть это все можно отнести также к пентаклям, отнести это все к финансам. По карте видно, что сами по себе деньги явно не появятся. То есть карта трудности в этом плане, карта работы, это не четверка земля обетованная, где тебе пообещали достаточно просто прийти, хотя и там тоже была трудность, но мы о четверке, четверка это было подведение итога, четверка, ты уже пришел, ты уже там, ты можешь просто наслаждаться. Нет, здесь снова в путь, снова в дорогу, снова нужно подпоясаться, снова нужно встать, как я в прошлый раз говорил, пример приводил с туристом, который долго-долго шел, он пришел на какую-то поляну, сел отдохнуть и так не хочется вставать, потому что все кайфово, и погода замечательная, и он достал бутерброд вкусный, сел уже, не ел часов 12 последних, и ногам так приятно стало, он разбулся, отдыхает, и совершенно не хочется вставать. Так вот, по пятерке встал человек и пошел дальше, то есть надо дальше работать, сами по себе деньги, они не появятся. Это конкуренция за финансовую выгоду, это битва за богатство. Традиционно пятерка жезлов считается картой прибыли, богатства, изобилия, роскоши и успешных финансовых операций. Но с оговоркой тоже исходя из того, какие соседние карты, какая будет динамика, то есть сама по себе это не карта богатства, это скорее потенциального богатства, потенциальных возможностей, которые могут быть. Время уже покажет. Она сообщает, что кто ищет, тот найдет. И кто жаждет разбогатеть, тому это удастся. Еще раз говорю, потенциал у этой карты есть. Все возможности, способности, таланты, все у тебя для этого имеется по этой карте. Просто бери, делай, ты получишь. Здесь у всех равные возможности. Здесь нет ничего такого, что могло бы именно тебе помешать. Здесь у всех равные шансы, возможности, чтобы выплыть в плане финансов. Мы сейчас о них. Но как символ разрушения уюта четверичной схемы. Пятерка больше относит себя к стихии Земля, к Пентаклям, то, конечно, ему в целом любая пятерка будет трудна, особенно после четверки. Любое движение вперед будет сопряжено с тем, что ой, как не хочется. Личное. Личностное противостояние. Это имеется как взаимоотношение между близкими людьми. Естественно, чаще всего это противоположных полов, но не обязательно. Личностное противостояние разгораются то и дело и по любому поводу. поднагреваемое амбициями и желанием кому-то что-то доказать. То есть, здесь уже у нас хоть и карта изображена в виде пятерки, вот эта, кстати, карта будет лучше отыгрываться, как между мужем и женой и парнем и девушкой. Это постоянная попытка кому-то что-то доказать. Это как некое соревнование, но в рамках взаимоотношений. Ты лучше, либо я лучше. Ты меня похвалишь, а я тебя похвалю еще лучше, ты мне сказала комплимент, а я тебе в отместку напишу какое-то полотно. Только просто потому, что я хочу быть лучше, я хочу доказать, что я люблю тебя больше. Как-то так. Как правило, трение пятерки жезлов служит взаимному развитию. Это вот в таком позитивном прочтении этой карты. Сам по себе процесс может быть малоприятный, но результат, да, результат может послужить улучшению отношений. Но в окружении негативных карт могут оказаться пустопорожние битвы и титанов. Либо, если мы говорим о перевернутом значении карты, то также это может быть просто как греба с электронными мельницами. Это может быть отбивание объекта интереса у конкурентов. Имеется в виду, если так случилось, что кто-то позарился на твою девушку, либо на твоего парня, на твоего мужа, либо на твою жену. И надо отбить объекты его вожделения, отбить свою вторую половинку у явных каких-то конкурентов, которые образовались, нарисовались. Но также это может быть и просто появление влечения к человеку, в отношениях с которым раньше ничего такого не предполагалось. А теперь это вызывает внутренний конфликт. Снова мы переходим с вами к тому, что есть что-то внешнее, есть внутреннее. И когда мы говорим о том, что нужно завоевать человека, то есть по пятерочке, то это может быть как завоевать в буквальном смысле среди равных других конкурентов, таких же успешных, богатых, красивых и состоятельных, так и внутренняя какая-то борьба. Раньше, например, этот человек тебе не нравился, но сейчас ты столкнулся с тем-то, с тем-то, с тем-то. И у тебя появились какие-то внутри вот эти вот жезлы, эта пятерочка, и нужно бороться с чем-то. какая-то внутренняя борьба. Не исключаю, что так же это может быть и как внутренняя борьба у самого человека, как выбор между чем-то и чем-то. Ну, в справедливости ради стоит сказать, что пятерка редко такое показывает. Там скорее уже двойки, тройки, когда человек выбирает между несколькими девушками либо парнями. Так, 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 так. Пятерка жезлов в высвобождении накопившегося напряжения чаще всего через конфликт. Еще раз. Пятерка жезлов это высвобождение, то есть, как говорили с вами про соревнования в буквальном смысле, да, дает выход адреналину, дает выход накопившейся энергии. Так, во взаимоотношениях это высвобождение тоже накопившегося какого-то напряжения чаще всего через конфликт. То есть выпадает такая карта в раскладе В взаимоотношениях между парой Это может быть просто всплеск эмоций Но не по кубкам, а по жезлам То есть когда именно просто Что-то накопилось, какая-то энергия Что-то недосказанное, невысказанное И чем-то какое-то недовольство Или может быть наоборот довольство Но тебя природ распирает Это все может породить Какой-то конфликт С обтроей половинкой В этом варианте больше это будет выглядеть Визуально имею в виду, когда два человека присутствуют Две особые В любом случае это неуютное Для пары это неуютное состояние Которое требует каких-то новых ориентиров В отношениях Для одинокого человека пятерка жезлов Может быть показателем битвы с самим собой За то, чтобы решиться на новые отношения Мы понимаем, что если человек одинок Если он сам То это по большому счету какое-то стабильное состояние В котором он находится Он может быть либо доволен этим стабильным состоянием По четверке Либо быть недоволен То есть он понимает, что он уже долго в четверке Нужно как-то из нее вырваться Выйти уже Так вот пятерка может как раз показывать Даже на одинокого человека Что у него есть этот внутренний какой-то порыв Внутренний посыл На то, чтобы сдвинуться с мертвой точки Раскачать свою четверку И перейти в пятерку Это будет всегда трудно Всегда будет сложно Всегда будет связано с какой-то внутренней борьбой Представим, что здесь нет на самом деле этого ангела Нет бога, который боролся с Иаковом Это у него мысленное какое-то воображение Это внутренняя борьба Просто изображена в виде ангела Которого нам проще осязать И увидеть, и понять, что происходит на самом деле В негативном перевернутом значении Эта карта может проигрываться Как незрелое решение Или недостижимые цели Нереалистичные планы Ссоры В буквальном смысле раздоры А главное упорство В проигрышном деле Эту бы энергию Да в мирных целях Почему так? Потому что на лицо у нас так и остается Как была конкуренция, так и есть Как была потрачена энергия, так и есть Какие-то усилия, какая-то борьба Но это может быть направлено не в нужное русло Это может быть вообще не к месту Не сейчас Либо ни к чему не приведет Просто какой-то пустопорожнее Трата времени, энергии, сил На то, что будет заведомо безрезультативно Это также может быть нечестная конкуренция Это могут быть бои без правил Где вполне можно получить удар в спину Хлопот и шума по-прежнему будет много А результат для вопрошающего Скорее неблагоприятный Ну что по вот этой пятерке Что мы можем получить? Можно получить там какие-то синяки Какие-то ушибы Получить палкой по спине Особенно если мы говорим Они честны какой-то борьбе То есть так вот В принципе все ребята честные Они ведут себя азартно Конкурентно Но никто не будет играть не по правилам Никто не даст тебе палкой в пах В таком случае здесь можно ждать всего чего угодно От этих ребят От всей этой ситуации сложившейся Чаще всего отсутствие успехов В избранной деятельности может быть Недостаток сотрудничества Бестолковая деструктивная критика Несправедливость Невозможность совместить разные точки зрения Или саботаж переговоров То есть видим мы с вами Что все никуда ничего не девается Как была у нас конкуренция так и осталась Как была у нас борьба так и осталась Как у нас было ощущение и чувство нестабильности Работы, динамики, движения На результат так и есть Вопрос только в том Что Ответ скорее Что это для вопрошающего Выглядит негативным образом Это будет борьба но безрезультативная Если конкуренция, то нечестная Если бои, то без правил Если выяснение семьи отношений То заведомо ни к чему не приводящее Деструктивное Которое только приведет к ухудшению взаимоотношений Например Вот так Давайте мы с вами Тут же почитаем Относительно пятого дома Я хочу напомнить Что не все Торологи пользуются Такой схемой Чтобы связать Младшие числовые арканы Напрямую За декальными домами Но я почитал Относительно пятого дома И Вот что касается Жезла То здесь очень как раз похоже На То что В целом На этой карте И соображено Как это ощущается Как это проигрывается Как в каких-то внешних проявлениях Так и во внутренней борьбе С самого человека Что в этой карте Что в этой Но к этому мы вернемся Чуть позже Когда уже почитаем Историю Иакова Но в принципе Я ее неоднократно Вам ее уже показываю И Мы понимаем Что здесь тоже Есть борьба Человека с Богом Человека с Ангелом Итак Пятый дом Я здесь Собрал небольшое количество Информации Потому что Потому что Вполне В пятом доме Мы с вами окажемся Когда Не окажемся Мы уже там с вами были Мы там с вами были Когда мы разбирали Карту Сила Когда мы с вами Разбирали Пророка Даниила Кто не смотрел Прыгните в лекцию С пророком Даниилом Там вполне Был раскрыт Пятый дом Особенно Ввиду личности Самого пророка Даниила Во всех четырех Аспектах Как это выглядит Как это развивает Человека И вообще Как человек Может На разной Этой ступени Развития Взаимодействовать С окружающим миром И надевать На себя Ту или иную роль Или маску Так Символические управители У нас Лев Солнце Кульминирует Платон В заточении Уран Сатурн В падении Меркурий Честно говоря Для меня Кроме первых Двух слов В леве Солнце Остальные Пока Загадка Ну читая Для тех Кто может быть Больше размирается И знает В астрологии Информация Возможно Будет не лишняя Напоминаю Что огненные дома Они у нас Представлены Тремя Это овен Это лев И это стрелец И все Они Развивают В человеке Разные понимания Я Отожесления Своего я В отличие От первого дома Где овен Определяющая Личность Человека Существующего Независимо От мира Это так было В первом доме Пятый дом Представляет Внешнее я Тот образ Который человек Ставит между собой И внешним миром В процессе Взаимодействия С ним Вот глядем Мы на эту карту И так же на эту Мы понимаем О чем идет речь Вот эта пятерка Жезлов Этих пять Товарищей С жезлами Это внешний мир И вот среди них Есть кто-то один Какое-то одно я Которое как раз И ставит себя Между внешним миром И между своим Внутренним миром То есть С самим собой И вот в отличие От первого дома От Овна Где определяющая Личность человека Она существовала Просто априори Сама по себе Вот есть я Такой красавчик Овен И больше Не существует Для меня ничего То здесь Это я Существует В Только в разрезе И взаимодействие С такими же другими Я И вот по этой пятерке Это очень хорошо ощущается И по этой карте По этой пятерке Тоже ощущается Хотя здесь всего Нам всего Два Изображенного человека Ну не человека Два Две персоны Но сути не меняет Потому что мы с вами Говорили До этого неоднократно Что пятерка Это может быть И конкурентная борьба Внутренняя наша Сути не меняет То есть Это что-то внешнее Я И что-то Точнее внутреннее Я И что-то внешнее Весь остальной мир В виде Бога В виде судьбы В виде кармы В виде просто Недобросовестных Каких-то злых Сотрудников Конкурентов И так далее Искусно Разговаривать с людьми Производя на них Нужные впечатления И добиваясь Своих целей Тесно связано С умением Воплотиться В заранее подготовленный И отшлифованный Образ Который человек Конечно Не отожисляет С собой лично В чем и заключается Отличие пятого дома От первого Где в первом доме Ну правда Не на всех уровнях Прокачки Только на начальных На первом На втором Но все же В первом доме Человек себя Отожисляет Вот он есть Просто я И все Ну понятно Что существует Остальной мир Но даже и на третьем На четвертом уровне Он есть я А тогда как В пятом доме Речь идет о том Что я человека Оно сформировано В виде Некого какого-то Облика Образа Маски Роли Как у актеров Которая может существовать Независимо от человека И таких масок Ролей может быть несколько Которыми С помощью которых Он как с помощью инструмента Взаимодействует с этим миром То есть оказавшись в коллективе Он одевает маску Там предположим Подчиненного Работодателя Сотрудника Но покидая стены Заведения Где он работает Оказавшись дома Он одевает маску Уже другого человека Пятый дом Представляет актуальную личность То есть то Каким человеком Предстает Перед окружающим миром И то Как он реагирует На внешние ситуации Тривыщие его включения Еще раз Пятый дом Он Представляет Какого-то конкретного человека Который вот здесь И сейчас Есть Присутствует То Как этот человек Предстает Перед окружающим миром В этой какой-то Конкретной ситуации То Как он реагирует На эту ситуацию То есть В любой другой ситуации Он может быть В другой маске В другом Облике То есть если мы Например С вами говорим Вот об этой пятерке В виде какого-то соревнования То человек может Участвовать в соревнованиях Предположим Там По Баскетболу И он Будет выглядеть По одному Оденет одну маску А когда он будет Участвовать В таких же соревнованиях Но Предположим По плаванию То он будет Уже по-другому Выглядеть По-другому Себя вести С другими Какими-то навыками Только самый простой пример Коль эта карта Так или иначе Связана с спортом С азартом С какой-то борьбой С конкуренцией Почему Этот пример Успешно не применить Что Вот в пятом доме Это также присутствует Напоминаю Что мы сейчас Не про карту Мы сейчас Про пятый дом Но видим Связь на лицо Пятый дом Управляет Творчеством человека В самом широком Смысле этого слова Человек пришел В этот мир Не просто так У него есть Общая задача Которая похожа На задачу Бога Творца Создавшего мир Так и человек В течение своей жизни Должен создать мир Но не из ничего А из себя Того что в нем Потенциально содержится И должно проявиться Вовне Тут мы с вами видим Речь идет О конкуренции Внутренней Когда происходит Та самая внутренняя борьба И внутреннее формирование И выдавливание Выделение лидера Путем конкурентной борьбы Внутри себя самого Это попытка Создать свое Лучшее я Со временем И вот здесь Человек в пятом доме Он сравнивается С Богом и Творцом Когда он создает Лучший мир Но внутри себя И уже не из ничего Не из пустоты Как помните Бог создавал Не было ничего А он из пустоты Создал свет Создал тьму Создал тверь Воду и так далее Человек Имея Себя Внутри Свои черты Характера Всеобщим Что человек Может назвать Собой Он с этим Работает Это его Глина Это его Тесто С которого Он начинает Формировать И лепить Мир Наподобие Того Как это делает Бог Творец И в этом Как раз Правляется Творческая Составляющая Кстати Вот в этой Карте Особенно Не в данной Конкретной Сценке А в целом В жизни Иакова Мы этот Момент Сможем Увидеть И проследить Когда Вот прям С малых Лет Он Формировал Некий Свой Не только Образ Но и Взращивал Себя Таковым Каким он Стал В итоге На старости Лет Имея Большое Поколение И назвавшись Израилем Дав В общем-то Это самое Имя Целому И еврейскому Народу Израильтяне Так Где у нас Такий Человек Ага Это я сказал Это и есть Главный Смысл Пятого Дома А внешние Образы Я Суть Ничто Иное Как Разнообразные Инструменты С помощью Которых Происходит Раскрытие В мир Внутреннего Содержания Человека Мы говорили С вами О внутренней Борьбе О внутреннем Формировании Своего мира Который Подобен тому Как Бог Создавал мир А образы А образы Которые Человек Со временем Оттачивает Формирует Приобретает Нарабатывает Это лишь Как инструменты Чтобы это все Сделать То есть Вот здесь В этой ситуации Я буду взаимодействовать Вот таким образом А в той Таким А в этой Таким Но в итоге Это все Созидает И влияет На одну персону На одного человека Не на образ А на личность Которая внутри А образы Могут быть разные Их может быть много В детстве Пятый дом Включается Во всех играх И вообще Ролевых ситуациях Когда ребенок Надевает на себя Чей-то образ Я В примере С Роком Данилом Приводил Сравнение С тем Как в детстве Играли в казаков Разбойников В дочки матери В войнушки В куклы В общем Разнообразные Самые игры Когда дети С охотой На себя Принимают Образ И роль Чаще всего Конечно Какого-то взрослого В виде Какой-то профессии Должности Или обязанности И они с легкостью Эти маски Меняют В общем-то Это и есть Пятый дом Вот в таком Простом его проявлении Гармоничный Пятый дом Дает человека Приятного Во всех отношениях Ему легко Войти В любую роль И ничего Не стоит Из нее Войти Он может Неплохо Рисовать Музицировать Или сочинять Стихи Так что Все это Будет интересно И почти Талантливо Но для развития Таланта Необходима Проработка Следующего Шестого дома Где требуется Больше усидчивости Длительные усилия Которые в данном случае Обещают Большие результаты Ну а шестом доме Мы будем с вами Говорить В других картах Это у нас Дева И это уже Земной знак Уже Огонь Который Переходит В стадию Того Что нужно Своё творчество Превратить Может быть Не совсем Это приятно Прозвучит В рутину Когда нужно Повторяющееся действие Повторяющееся действие Изо дня в день Одно и то же И тогда Это может Вылиться Как ни странно Не в рутину А в Мастерство С великолепным Результатом В его жизни Много любви Хотя она Не всегда Его устраивает Но Его кромическая Задача Нести Божественную Любовь Людям Излучая Ее В гораздо Больших Количествах Чем получает От них Если у Бога Есть любимчики То это Именно люди С гармоничным Пятым домом Но его Любовью Не следует Злоупотреблять Умение Понравиться И соблазнить Кого угодно Дается далеко Не каждому И это знак Очень трудной И серьезной Керамической программы И не приглашение К праздничному столу Или пышной постели Напоминаю Уже который раз Вполне Мы с вами говорили Об этом Об этом Керамическом долге В карте О пророке Данииля В карте Сила Но здесь Мы также Об этом упоминаем Что на людей Которые Проходят По пятому дому А эта карта У нас Она связана С ним Имеются Определенные Задатки Определенные Таланты Умение Понравиться Людям Особенно Когда у тебя Гармонично Развит пятый дом Когда ты Когда ты С легкостью Можешь Быть И успешным В рисовании И в музыке Игра на баскетбол И неплохо Там катаешься На автомобиле То есть Всего по чуть-чуть Одновременно Умение Понравиться Людям Найти с ними Общий язык Легко Общаться Так вот Все это умение Имеет смысл Использовать Для блага И служения Другим людям А не для того Чтобы Заполучать Какие-то Свои Свою личную Выгоду И преследовать Только свои Интересы Ну Это будет Гармоничная И правильная Прокачка Пятого дома Вот И все Что мы с вами Узнали В общих чертах Относительно В целом Пятерки Жезлов Относительно Пятого Зодиакального Дома Увидели мы Сами Что Эти Два Понятия Являются Торжественными То есть Пятый дом И О Я забыл Скравить Четверка Жезлов Осталось Написано Ну В общем-то Четверка Жезлов Да И пятерка Жезлов Только сейчас Заметил Это у нас Об одном и том же Это у нас Конкуренция Как внешняя Так и внутренняя Часто очень Внутренняя Через внешнюю То есть Какие-то Внешние Факторы Которые Могут Проявиться Как в буквальном Смысле Виде Мы конкуренцией Так и без нее Но внутри Могут вызывать Такое же Ощущение Заставляя Нас Становиться Лучшими Версиями Нашего Вчерашнего Я А теперь Тогда предлагаю Уже Переместиться Непосредственно К чтению Самой Библии Потом Мы с вами Посмотрим Как это У нас Проигрывается Вообще-то Мы свяжем Уже потом Так более Плотнее Эти две Карты Свяжем Пятый Зодиакальный Дом Льва И посмотрим Уже по ключевым словам Как у нас будет Проигрываться В разных Сферах Нашей жизни Я не буду Зачитывать Все-все-все-все Стихи Но Жизнь Иакова Достаточно Интересна Начиная С момента Его рождения И она Я думаю Что Составители Лоскарабео Не зря Выбрали Именно Этого Персонажа На роль Почти Почти Бог А второго Зав Исав И Вот Продолжить Род А когда Мы говорим Что Бог Отца Авраама Исаака И Иакова То мы Уже Понимаем Что Вроде Как бы Иаком Родился Вторым А почему Он Унаследовал Дом Отца Своего Исаака А не Исав Я понимаю Что Я его Запутал В именах Исаак Иаков Исаак Я уже Сам Запутался В общем Было В детстве Еще Интересное Одно Событие Еще Секундочку О том Что Исав Он был Любимчиком На самом деле Исаака Отца Давайте так Он был Любимчиком Отца Вот есть два брата Иаков И Исав Исав Первенец И он был Любимчиком Отца Потому что Он был Охотником И Естественно Я думаю Как любой Папа Любит Сына Который Такой Более Мужественный Который Играет Футбол Который Ходит на Бокс А не тот Который Я не знаю Читает Книжки Рисует Картины И там Вздыхает Томно И молчаливый Какой-то Им нравились Такие Пробедные Мужики Одним словом Вот Исав Был таким Мужиком И отец Его любил В какой-то Момент Яков Приготовил Вкусную Еду А Исав Пришел С охоты И он Был так Голоден Вот Просто Сил у него Не было А пахло Так Замечательно И вкусно И он Говорит Что Брат Его угостил Едой А он Говорит Ему Что Продай Мне Теперь Своё Первородство То есть Право То что Ты родился Первым Продай Мне Его Исав Говорит Ну и Смысл Мне С этого Первородства Если Я вот От голода Умираю И Его Отдаёт Отдаёт ему Это Первородство За Похлёбку Такая Может быть Покажется Немножко Анекдотная Ситуация Но Тем не менее Мы Видим Что Здесь Происходит Конкурентная Мариума Она Была Вначале В детстве Когда Он Выходил Из отробы Своей Матери Схватившись За ногу Исава Она Здесь Проявилась Казалось бы Что Ему С этого Первородства Что Оно Ему Даст Как будто Отец Не знал Кто Первый Родился Но Тем не менее У него Купил За чечевичную Похлёбку Это Первородство Спустя Какое-то Время Когда Их Отец Становится Уже Пожилым Старым И он Плохо Видит И он Понимает Что Надо бы Благословить Своего Старшего Сына Исава Дать ему Наставление На путь Как ему Дальше Жить И В общем-то Как Передать ему На словах Имение Своё Но Об этом Узнаёт Мама Нашего Персонажа Иакова Научает Его Как надо Сделать Она Одевает Его В одежду Брата Чтобы Он Пах Своим Братом И В общем-то Всякие Такие Приготовления Чтобы Хитростью Подойти К отцу Приготовить Еду Которую Обычно Готовит Исав В общем-то Одним словом Притвориться Исавом Он Это И делает И Успешно Прокатывает Такой Номер Отец Благословляет Иакова И все Свои Благословения Которые Он Хотел Сказать Исаву Он Говорит Иаков Потом Приходит Иаков Отец В шоке Плачет Рыдает Иаков Тоже Понимая Что Отец Благословил Не того Оба Это Понимают И Ещё Нам Это Раз Говорит Где Моя Карта Где Вот Они О том Что Вот Эта Самая Борьба И в юношестве Происходит У Иакова В виде Его брата В виде Его семьи В конце Концов Случается Так Что Исав Просто Разгневался Настолько Что Он Захотел Убить Своего Брата Он Понимает Что Он Его Уже В какой Раз Обманул Тогда В детстве Сейчас Уже В буквальном Смысле Получает Благословение От Своего Отца Не Он А Его Брат И Из-за этого Иакова Убегает Он Убегает Не куда Нибудь А Убегает Можно сказать К своим Родственникам Тоже К евреям То есть Он не убегает В чужую землю Убегает К ним И Это По напутствию Его мамы Он там Оказывается Среди Дальних Родственников У Некого Лавана Там Он Влюбляется В Рахиль Это Жена Настолько Что Он Побыл Месяц У Лавана В доме Лаван Говорит Ну Мол Ты хоть Моней Родственник Но Что Ты будешь Бесплатно Работать Давай Буду тебе Платить Деньги А Он Тут же Говорит Что Мол Так и Так Мне Ваша Дочка Понравилась Хочу Ее В жену Себе Взять Он Говорит Без Проблем Дружище Будет Она Тебе Женой Но Поработай У меня За нее Семь Лет Ну В смысле Бесплатно Поработай То есть Ты будешь Работать Семь Лет Ну Понятно За еду А Я Тебе Потом Жену Отдам Окей По рукам Договорились Снова Таки Мы Видим Ту самую Конкуренцию Мы Видим Ту самую Борьбу Среди Каких Равных Прочих Не знаю Были Женихи Либо Не были Не столь Суть Важно В целом Он борется Он борется За жизнь Он борется Ради Не знаю Там Кайфа Достижения Какого-то Результата Вообще Еще Ничего Непонятно Семь лет Длинный Вообще Перевод Достаточно Кто бы Сейчас Согласился За жену Свою Будущую Семь лет У кого-то Работать И на секундочку Он ему Не отдал Ту жену Сразу А потом Ты работа Нет Он Семь лет Работал А потом Жену Но У Лавана Было Две дочери Первая Кабала Младшая И он Хитростью Отдает ему Старшую Дочку Мол Извини Дружище Но Так Не делается Чтобы Вначале Младшая Потом Старшая Тут В шоке И что Вообще Теперь Делать Не волнуйся Не переживай Я тебе Отдам И младшую Но Ты у меня Еще Семь лет Поработай Я тебе Отдам Ну Мол Сразу Не надо Будет Семь лет Ждать Они Отгуляли Эту свадьбу Как обычно Неделя Она у них Длилась Он неделю Побыл С этой Своей Первой Женой И потом Он ему Отдает Равеку Рахиль Простите Отдает ему Рахиль Снова Мы видим Эту самую Конкурентную Борьбу Снова Он Семь лет Работает И Хоть здесь И пахнет Такой Какой-то Нечестности Но Давайте На это все Смотрите В разрезе Нашей карты В разрезе Борьбы За жизнь Борьбы За существование Борьбы Даже Своими Какими-то Внутренними Желаниями И стремлениями В итоге Он остается У него Еще на Семь лет Да Он уже Имеет Две жены Плюс Две служанки Они же Являются Его наложницами То есть В целом У него Есть Четыре Женщины Которые От него Могут Рожать Детей И Далее Можно Еще Говорить О такой Немножко Косвенной Той самой Борьбе Которая Происходит Уже В семье Якова Но между Его женами И наложницами Ну в частности Между женами Потому что Каждая из них Хочет родить ему Сына И не одного И не двух А больше Сыновей И когда Алия Это старшая Сестра Рахили Рождает Первое Потом второго Сына А Рахиль В шоке До той степени Что К Якову И говорит Мол Сделай что-нибудь Потому что Жить не хочу Вот убью себя Если ты ничего Не сделаешь И тут В его жизни Какая-то Происходит конкурентная Борьба Пусть не связано Напрямую с ним Ну как бы не связано Конечно связано Жены там Дерутся в том плане Что Каждая из них Хочет родить Больше детей И в итоге Они отдают ему Еще и своих Служанок Наложниц Чтобы они Так же ему Рожали детей Итог У Якова Много детей Тоже борьба Тоже конкуренция Этим все не заканчивается Когда он отработал Еще 7 лет То есть уже В итоге 14 лет Что я так показываю Ну плюс еще Десятка За За своих Двух жен У своего Зятя Он еще Ему 6 лет Сверху накидывает За Ну типа Ты же не с пустыми руками Будешь За то чтобы Он ему еще Скот отдал Он еще У него 6 лет Работает И в этот момент Когда он У него работает Каждый год Он меняет Условия Того Какие Животные Будут переходить В стада Иакова То будут Пятнистые Козы Переходить То однотонные Ну и в итоге В целом Не в итоге А имеется ввиду В целом На протяжении Этого Такого Нечестного Неконкретного Испытания И работы Да Кстати Вот Нечестная Конкуренция Нечестная борьба Ему помогает Бог В снах Когда говорит Что в следующий год Будут больше Рождаться с крапинами Либо в следующий год Будут рождаться Такие-то И в итоге Он принимает Те либо иные Условия Со своим Зятем Лаваном Остается в плюсе Так получается Что его стадо Все увеличивались Увеличивались И увеличивались Снова таки Мы видим Ту самую Конкуренцию Борьбу Уже в который раз Вся жизнь Иакова Она просто Этим пронизана С самого его детства Отстаивания Отстаивания Каких-то своих Интересов Среди ранних Прочих Даже когда он был В доме Лавана Он же там Не один был У него были родные сыновья Они также занимались Тем что выращивали животных Работали в поле И он ничем Как взять Не отличался От остальных Но его упорный труд И связь с Богом Приводит к тому Что он Ну это не по пятерке Это уже по другой карте Но он выбивается В лидера Он становится Более таким Ну Явным Скажем Победителем В данных соревнованиях И Сыновья Лавана Это замечают И в общем-то Начинают его Так немножко Прессовать В том смысле Что Ну у тебя уже Так много Скота И вообще Это в принципе Было все наше Это было все Отцовское Только за счет Отца Вот так вот Разбухателый Поднялся Вот это вот Начинается Нытье Вот это По этой Перевернутой Пятерке Жезлов И он понимает Что надо бы Домой К себе Возвращаться Спустя 20 лет Потому что Жизни ему тут Не будет Так он и делает И он собирает Весь скот Который он Заработал За это время И сваливает Оттуда Он уходит Лаван в шоке Потому что Это все Произошло Тайно Он его Пытается догнать Но это Нам Ни о чем Не должно говорить В разрезе Данной Карты Они потом В конце встретились Он объяснил ситуацию Что он Два с обетом Нему работал И Жены стали На его сторону Мол действительно Мы что Ты нас продал Как будто бы Какой-то товар За меня Семь лет За Лию Семь лет Он должен был Наш муж Отработать А в итоге Как бы Получается Что Ты нам даже Не дал Преданное А муж Это преданное Зарабатывал Ты нас продал Ну вот Одним словом Конкуренция Налицо Как честное Так и нечестное Но глядя на жизнь Якова Мы понимаем Что он постоянно Пытался Выбиться в люди Помните эту фразу Жить лучше Выбиться в люди Стать на ступень выше Зарекомендовать себя Вырасти над самим собой Создать лучший вариант Себя Самого я Чем ты был вчера Это постоянно Прослеживается И вот Мы сейчас уже Почти с вами Переходим К ключевому моменту Когда он Возвращается домой Но он-то понимает Что дома его ждет Его брат Исаф Который 20 лет назад Хотел его убить Из-за чего В общем-то Он и убежал оттуда И он Дабы его задобрить Ему Отправляет посыльных А посыльные Возвращаются Говорят А он Как бы тебе Навстречу уже едет И не сам А с ним еще и Отряд То ли 200 То ли 400 Человек И он его хочет Задобрить Отправляет ему Вперед По несколько Групп Скота Тоже Можно здесь Сказать Вот О какой-то Такой Жизненной Позиции Которая Помогает Человеку Он же не знает Ну на самом деле А чем это все Обернется А во что это Выйдется То есть он просто Предпринял Какие-то действия Он просто Что-то делает Он как-то борется Со своей жизнью Ну просто Жизнь сейчас Она вылилась во что Она вылилась в опасность От Его брата Исама Тогда она была От опасности В виде сыновей Лавана В какой-то момент От самого Лавана А сейчас В виде опасности Которая Может Исходить От его брата И он Отправляет Ему Разными Группами Скота Скот Отправляет Чтобы он Вначале Получил одну Группу Мол это тебе Вот в подарок Ну он так Научил слуг Что мы ему говорили Через какое-то время Там день Пути Либо два Он встречает Другую группу И так В итоге Когда они вместе Сойдутся И встретятся То брат его Он просто Уже Будет Рад И расставится В улыбке И будет доволен Вот А теперь Мы с вами Переходим К тому Что у нас Изображено На карте Вот когда Он отправил Эти все группы Он ночует Ну Евреи были Кочевый народ В то время Он ночует Со своими Женами С какой-то Оставшейся группой Людей И скота Значит Взял их Перевел Через поток И Все что у него Было тоже Перевел И остался Иаков Один То есть он Их перевел Ну А в данный момент Он остался Один И боролся Некто А некто Здесь Большой буквы Написано И боролся Некто С ним До появления Зари И увидев Что не Что не С Богом Вот просто Бороться Просто Какой-то Очередной Ситуации Отстоять Своё право На жизнь Завоевать Он ещё даже Не знал Что завоевать Он просто Что-то делал Чтобы продвинуться Вперёд А когда Он уже В какой-то момент Ситуация Начала Переламливаться И он понимает Что Он может Получить Благословение От этого Некто Он В общем-то Его и не отпускает И говорит Что не отпущу тебя Пока ты меня Не благословишь И он его благословляет Называя ему Имя Израиль Потому что Ты боролся с Богом И людей Тем более Будешь одолевать В ответ Иаков спрашивает Скажи имя твоё И он сказал На что Ты спрашиваешь Об имени моём И благословил его там И нарёк Иаков Имя места тому Пенуэл Ибо говорил он Я видел Бога Лицом к лицу И сохранилась душа моя И взошло солнце Когда он проходил Пенуэл И хромал он На бедро своё Поэтому и до ныне Сыны Израилевы Не едят жилы Которые на составе бедра Потому что Боровшийся С большой буквы Коснулся жилы На составе бедра Иакова Вот наша Самая главная карта И вы теперь Понимаете Почему мало было Зачитать только Именно это событие Потому что Вся жизнь Иакова Она сопряжена С этой постоянной борьбой Она сопряжена С конкуренцией С самого его детства Я бы даже так сказал Ну во-первых Было два брата Хотя они родились Как два равноправных брата Но всё-таки Всё-таки Вот право главенства И старшинства Было у Исава По его первородству Но он смог выбрать Себе И право Быть первородным Он не унаследовал Имение отца своего Но он унаследовал Продолжение рода И не Исав Продолжил А Иаков Продолжил Это у него Будет сын Иосиф Которого Братья продадут В египетское рабство В Египте Иосиф Станет большим Человеком И когда Настанут худые времена Вот здесь В доме отца Иакова Он его И всех братьев Его Заберет в Египет Где они будут Замечательно Существовать И жить А потом Сменятся правители Они поработят Всех евреев Которых Масей Впоследствии Выведет Из египетского Рабства Так вот Иаков Всю свою жизнь Борется С тем Чтобы Выбиться в люди С тем Чтобы зарекомендовать Себе Чтобы получить себе Лучшее место Под солнцем Давайте мы с вами Посмотрим еще На Практические значения Которые могут Проигрываться По этой карте В Наших разных стихиях Напоминаю Что Жезлы Это у нас будет Кардира Кубки Это у нас Личное взаимоотношение Между людьми Пентакли Это у нас Будет Финансы Деньги Какие-то вложения В общем То, на что Потратить Энергию И силой И Мечи Это у нас Прямое действие И саморазвитие По жезлам По работе По Карьере Конкуренция В принципе Слово конкуренция Здесь применимо везде Вот везде В глядя В глядя на эту карту Результаты Но он Вполне Может быть Только нужно Прикладывать усилия Не опускай руки Не сдавайся Конкуренция Но также Это могут быть Интриги И конфликты Мы сразу Вот эта карта Нам не очень Об этом говорим Да А коль мы уже знаем Историю Иакова То мы вспоминаем Как он был В доме Лавана Как Вот эти Самые Интриги И конфликты Постоянно Присутствовали Когда Иаков Пытался Выбиться В люди Он хотел Себе Просто Что Завести Жену Влюбился В Рахиль Хотел На ней Жениться Чтобы Она Родила Детей А тут Какие-то Интриги Конфликты Появляются Он Ему Отдает Свою Старшую Дочку И Всячески Выманивают У него Условно Говоря Пусть Не напрямую Деньги Но Тем не менее 20 лет Его жизни На секундочку Приспособления По этой карте Может быть Почему Приспособления Вспоминаем Мы жизни Акова В целом Всю жизнь Вспоминаем Его детство Вспоминаем И то Как он Получил И первородство Путем Чечевичной Похлебки И как он Получил Благословение Отца Своего Когда Мама Его Помогла Ему В общем-то Приспособиться Так сказать Пустые Хлопоты Могут Быть Когда Нет смысла Что-то Предпринимать Что-то Делать Потому что Выхлопа Особой Ниждей Не будет Представим С вами Как если бы Вот он Шесть лет Проработал У Лавана Зятя своего А он бы ему Вообще Животных Не отдал Отобрал бы И все И ничем Он бы ушел К себе Домой Бедняком Может быть Могло бы быть Нагромождение Проблем Также может быть В сфере работы Почему Вспоминаем Якова У него Какой-то момент Их накопилось Прилично Даже вот В этой ситуации Когда он шел От Лавана Уже На встречу С своим братом Исавом Когда у него И того Накопилось И того И там Он убежал От Лавана Еще не дошел К Исааку Ой К Исаву К Исаву Исав уже вышел Навстречу С каким-то Небольшим войском И вот это В общем-то Накапливается Накапливается Представьте Еще внутреннюю борьбу А тут еще На зре С ним Некто борется Который он должен Одолеть Ну вообще Просто Разрыв башки Может случиться В какой-то момент От навалившихся проблем Но также Это может быть И обучение Если мы говорим Работе Обучение Тренировки Сотрудничества Такие какие-то Вот явные вещи Которые могут Происходить В разрезе работы Как повышение Как повышение Квалификации Как Просто обучение Чтобы стать лучше Например Что в жизни Якова Нам об этом Как раз Тоже говорит Успехи Я поставил знак Вопроса Почему Потому что Это потенциальные успехи То есть Это может вылиться В успехи Когда Яков боролся Он не знал Поборит он или нет И благословит его Этот некто Либо не благословит Он просто боролся Библия не объясняет Почему Он боролся Пока не зашла зря И тот Некто не проявил Божественную силу Когда вовнутрь Повредил ему ногу Внутри По кубкам Это личные взаимоотношения Здесь конечно же Мы сами уже читали Будет ощущаться дискомфорт Потому что одно дело Бороться с Лаваном Зятем Одно дело Бороться с Исавом Вратом своим С Иса Заком Отцом своим Выбаривая у него Благословение А другое дело Бороться так С Рахилью Женой своей Либо с Ливей И тут уже возникает конфликт Ну не очень-то приятно Что для одной стороны Что для второй Ну как минимум Для одной из них точно Ну кто бы захотел Чтобы муж твой Вел себя Вот в виде какой-то борьбы Дискомфорт возникает Возникает Конечно Как мы сами уже читали Это может в итоге Привести К улучшению Самоотношений Особенно когда Это все идет На начальной стадии Притирки Дух противоположностей Но притирка Сама по себе Уже звучит Как некий дискомфорт Так то Чего бы Лучше не случалось Все хотят Чтобы все было гладко Но к сожалению Не бывает развития Не бывает роста Без того Чтобы Не было того Самого дискомфорта Подогрев страстей Может быть И что в этой Что в этой карте В общем-то Одна и та же Имеется ввиду Когда Кто-то кстати Намеренно Девушки могут Этим злоупотреблять Могут вызвать Чувство ревности Специально Либо нечаянно Имеется Своим поведением Либо специально Чтобы муж Приревновал Либо там Мужчина Приревновал Дабы он начал За нее бороться Тут уже Можно В общем-то Получить разные Последствия Такого Подогрева страстей Но имеет место быть Эгоизм Где подогрев страстей Там и эгоизм То есть С одной стороны Сама ситуация Может выглядеть Как подогрев страстей Но с другой стороны Это пахнет эгоизмом Когда человек Намеренно Использует Свое какое-то положение Чтобы вызвать У второго человека Внутренний дискомфорт Этой борьбы Что надо бороться Надо там Отставить что-то свое Надо защищать ее Надо забирать ее У кого-то В целом Соперничество Мы уже с вами говорили Это может быть Как соперничество С явными Конкурентами В виде других Парней Либо других девушек Так и соперничество Внутри себя Самого Когда ты понимаешь Что тебе нужно Побороться За эту девушку Либо девушка Хотела бы заполучить Например Этого замечательного Мужчину Себе в мужья И хотя для девушек Несвойственно Напрямую бороться Но тем не менее Мы все прекрасно Сами знаем Что девушки Особенно современные Они могут Примегать к разному роду Видам Конкурентной борьбы И порой Нечестной Развитие Где дискомфорт Там и развитие Потому что Если это какие-то Деструктивные Наоборот Конструктивные вещи В паре То они могут Приводить к развитию То есть Некий дискомфорт Может присутствовать В начале Но в итоге Это приведет К укреплению К улучшению Отношений Я уже Какой-то из примеров Приводил в начале Относительно того Что Если мы говорим О Какой-то конкуренции Внутри В самой паре Между Мужчиной и женщиной Когда каждый из них Вот я вспомнил Знаете, что я вспомнил Я вспомнил японцев По-моему, это у них Есть такая Не то, чтобы Это традиция Это как Необычай Манера поведения Что ли Если это что-то Человеку сделал Хорошее То задача японца Оплатить тебе Не просто тем же А сделать немножко больше Он будет себя чувствовать Дискомфортно И неприятно Если он Ну, во-первых Не то, чтобы ничего не сделать А если сделать столько же Или чуть меньше Надо так, чтобы наверняка Это немножко больше сделать Так вот Вот такого рода Какая-то конкуренция Внутри В виде борьбы В паре То есть Что-то сделала жена Мужа И он как бы понимает Он себя чувствует Немножко, может быть, обязанным Да И он понимает А я тебе в ответ Сделаю вот это что-то Мусловно говоря Она ему приготовила Вкусную еду А он ей купит За это цветы Но он подумает Ну, как-то цветы Это маловато Честно говоря Вот цветы И поход в ресторан Это самое то Ну, я сейчас Может быть Несравнимые Какие-то вещи Пытаюсь сравнить Но вы должны Уловить суть О чем я хочу сказать И каждый раз Когда Обе стороны Не так, что одна такая А вторая такая Обе стороны Пытаются Как бы Ну, в хорошем смысле Выпиндриться Внутри пары Зарисоваться Зарекомендовать себя лучше Это может в итоге Во-первых Это рождает Дух соперничества И это рождает Дискомфорт Ну, потому что Можно было бы просто Лежать, ничего не делать И ожидать Когда жена Будет тебе вкусно Готовить Красиво выглядеть Будет тебе Чесать затылок И рассказывать тебе Красивые истории Или молчать Тогда, когда Надо молчать И ничего не говорить Но так не бывает У каждого Есть какие-то Свои индивидуальные Особенности И отличия И вот эта вот Самая притирка И вот это вот Развитие Оно заставляет Нас Быть лучшим Быть лучшими По отношению К нашей второй половинке И в итоге Я бы делал Что это Приводит к развитию Нежелание уступать Это как Как негативный вариант Когда происходит Та же какая-то борьба Внутренняя Но это уже действительно Выглядит в виде Какого-то явного конфликта В виде спора В виде просто Какой-то такой Ругани Какой-то бытовухи Рутины Бытовуха Прозвучала Прямо как Нечто криминальное Ничего, наверное, Хорошего И приятного Из этого не получается Вроде как бы Процесс может быть Один и тот же Результат Не совсем Одинаковый Ну и конечно Это может быть В буквальном смысле Означать конфликт Либо соседние карты Покажут Независимо уже того Прямая карта будет Нет Либо Кто там читает Прямые перевернутые значения Но это может говорить Конфликт Вопадая такая карта Как выглядит взаимоотношение Между парнем и девушкой М и жены Сейчас Вопадая такая карта Мы понимаем Ну, честно говоря Не очень Хочется уже Дополнительную карту Вытащить Дабы понять Все-таки Это будет Что-то такое Полезное Или разойдутся Если мы говорим О финансах То это Опять же Помните Конкуренция Споры Конфликт Это денежные Какие-то споры Это может быть Сомнительная выгода То есть вообще Имеет смысл Ввязываться сюда Имеет смысл Сюда вкладываться Имеет смысл Сюда Это покупать Сюда инвестировать На это тратить Своё время Деньги В принципе Деньги Это та же энергия Которую Ну, как мы получаем Деньги Мы получаем Деньги За счёт чего? За счёт двух факторов За счёт наших усилий И за счёт времени Наши усилия Умноженные на время Это равно деньги Вот в современном мире Выглядит именно так Раньше Там Несколько тысяч лет назад Когда не было денег Ну, много тысяч лет назад Не было денег Мы Наши усилия Умноженные на время Получали В итоге В виде чего-то конкретного Сделанного нами Вот человек Лепил Глиняные горшки Он в итоге Получал Глиняные горшки Человек Занимался Вычинкой кожи Он получал Кожаные шкуры Деньги На сегодня Еще раз повторюсь Это та же энергия Потраченная нами За какую-то единицу времени Так вот Есть ли смысл Вообще тратить Своё время На борьбу с этим ангелом Есть ли смысл Было тратить 20 лет На одну жену На вторую жену На то, чтобы Получить Вот эти Стада Скота Или нет Ну вот Как бы Сомнительная выгода Риск Тоже я здесь написал Тоже может быть То есть А может быть А может и не быть Соседние карты покажут То есть Это с одной стороны Как потенциал С другой стороны Риск Еще раз говорю А если бы ему Отец Зять не отдал Скот Отобрал бы ему Впоследствии Или он бы 7 лет У него работал А он бы ему Не одну жену Не отдал Говорит Ну в принципе Ты же как бы Миросовник Честно говоря Вот такие Кровосмесительные связи Они не одобряются В наших местах Ну я могу тебе Может конечно Заплатить что-то Ну могу же так быть Могло Поэтому сомнительная выгода Поэтому мошенничество Помните С Лаваном Да Вот как он Постоянно менял Условия сделки Что с женами Поменял условия сделки Что потом со скотом То в этот год Он ему будет Рябых давать А то он будет уже Не рябых А одноцветных ему давать Борьба И конкуренция Ну тут нет смысла Даже это Описывать Борьба Конкуренция Если попадает Такая карта Мол светит мне Покупка данного Автомобиля Или нет То сразу Надо понимать Что там Так легко не будет Там будет борьба Там будет конкуренция Там надо будет Возможно Побороться А тут уже Соседние карты Покажут Либо с другими Покупателями Либо с самим Продавцом Который Как этот ангел Не захочет Отпускать свою машину И он там Будет готов Тебя Штрикнуть Чем-то Ну В переносном смысле Действия Саморазвития По мечам Стихия Воздух Борьба За Я поставил Труточие То есть борьба За что-то За то Над чем мы работаем За ту нашу Лучшую версию Которую мы хотим Себе взрослить И воспитать Будь то какое-то Духовное развитие Будь то Духовное развитие Через физическое Насилие над своим телом В виде голодания В виде спорта В виде йоги В виде вставания В 5 утра Потому что Вот Где-то прочитали книгу Что тот, кто встает До захода солнца Непременно В течение 40 дней Помните Не 21 А лучше 40 дней То он получит То-то, то-то, то-то В общем-то Борьба за что-то И это будет всегда Сопряжено С нашей внутренней борьбой Представьте Что этого ангела На самом деле Не существовало Это все было В воображении Иакова Это все Ну его Фантазия Что-ли Но Вот так он себе решил Даже была какая-то Нерва Внутренняя борьба Это может быть Жадность По этой карте Кстати, очень хорошо Отображается Ему мало было того Что он просто боролся С ангелом Он мог бы потом Рассказывать об этом всем Что он боролся С Богом С ангелом Нет Он Хотел Мне пущу тебя Пока ты меня не благословишь Для него важно было благословение Мало ему было этого Благословения Где еще Жадность 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 Чтобы получить Первородство За чечевичную похлебку За то Чтобы благословил его отец Ну С одной стороны С одной стороны Это как бы Без как бы Это у нас было Право Борьба за жизнь За лучшее место Под солнцем Если смотреть на это глазами Исава Брата его То это похоже на жадность Да Мало было тебе того Что ты у меня в детстве Купил Право Первородство Так ты сейчас еще И отобрал благословение Отца моего Цепкость Видим У Иакова Это прям присутствовало Что в этой конкретной карте Просто эта карта Такой знаете Как симбиоз Как собирательный образ Вся жизнь Иакова Она просто Сожжалась Вот в этой борьбе С ангелом С Богом В одночасье Те несколько часов Или минут Сколько они боролись Пока не зашла зря Все 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 К чему он шел Все Что он в себе развивал Какие качества Что он в себе взращивал Вот сейчас Ему здесь Это понадобилось Он схватил его И не отпускал От тех пор Пока он его не благословит Нарекая его Израилем От которого произойдет Потом 12 колен И целый огромный народ И вот вся эта история Которая мы сейчас С вами говорим Цепкость Внутренний рост И внутренний конфликт И я считаю Что одно без другого Здесь невозможно Потому что где конфликт Где дискомфорт Там рост И развитие Это как между молотем И наковальем Неприятно там находиться Но в итоге С этого получается Булатное железо Получается Дамасская сталь Нечто такое Особенное Не стоит О работе О работе человека Над самим собой Над тем Чтобы развиваться Духовно Это тоже будет Всегда дискомфорт По этой карте Это будет борьба Которая происходит Постоянно тебе нужно Как этому Иакову В течение жизни Там подсуетиться Там добиваться И никогда У тебя не будет Учущения спокойствия Никогда пятерка Не даст этого Четверка даст Пятерка нет Вся жизнь Может вот так вот Выглядеть В виде этой пятерки Как у Иакова Но это же И внутренний рост Идет Ну и в целом Развитие Тут уже Можно было и не писать Тут что внутренний рост Что внутренний конфликт Но также и развитие По этой карте Но опять же Это скорее Такое потенциальное Развитие Я бы так сказал Ну как Оно в этой карте Заложено И подразумевается Что развитие Будет в любом случае Ты получишь опыт Либо ты получишь Негативный опыт Но ты его получишь Это будет развитие Амбициозность Вот в этой карте Она прям Сочно изображена Ну Достаточно Хорошо Я бы так сказал Бороться С ангелом С богом И потом еще Просить у него Благословения И в целом Всю мы видим жизнь Иакова Амбициозный человек Раздражительность Также может быть Как наверное Такое негативное Прочтение этой карты Если бы Если бы Не знаю Он устал Бороться И Начал бы раздражаться Вообще того Почему это все происходит Со мной Насколько вообще можно Да Двадцать лет отпахал А тут сейчас Ты еще Ну вы понимаете Да Я попытался Передать Интонации Настроения Которое могло бы У Иакова Возникнуть В тот момент Или в любой Из тех моментов Которые были В его жизни Это просто Мы сейчас говорим О саморазвитии Да То есть Где амбициозность Все поставили Цель И планки Там же И раздражительность Ну Раздражительность Она приведет К четверке Это будет Откат назад Раздражительность Заставит нас Опустить руки И остановиться Вспоминайте Жизнь Якова Если бы он Раздражался По поводу того Что происходит Ему бы это Очень быстро Надоело Он скорее Это воспринимал Как азарт Вот я Среди слова Написал Как некий Такой Способ Побороться Как в этой Карте А почему бы и нет Просто потому Что это спорт Просто потому Что по кайфу Мы будем друг другу Бить носы Потому что нам это нравится Это называется Бокс Такс Вот мы с вами Разобрали еще Практические значения И я предлагаю Тогда Переместиться В Интересное Там есть Несколько Картин А потом Посмотрим Фильм Ну не вместе Каждый По отдельности Это кто у нас Это Рембрандт Вот такая вот Красивая Картина Яков Борется С ангелом Год мне Неизвестен Неизвестный Автор 1700 1800 Поэтому Такой Большой Разброс Тоже Яков Борется С ангелом Здесь Нечто Не совсем Для меня Понятное В виде Какого-то Квадрата Или какой-то Колонны Светящейся Сверху На которую Как будто Смотрит Ангел Честно говоря Не найдя Никакой Информации Дополнительно Не совсем Понимаю О чем Идет Речь Подпись На картине Нумери 13 Кап Верс Ну не Совсем Знаю Латынь И Неразборчиво Написано Чтобы я мог Прочитать Вот такая Вот Гравюра Так 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 Ну-ка Не прыгай Это У нас 1876 Год На Французском Языке Написано Борьба Иакова С Ангелом Вот Так Так Гравюра Которая Отличается От всех Остальных Здесь Мы Видим В Правом Нижнем Углу Иакова Борящегося Но Видите Есть Разделение Потоком И Видно Всю Его Семью Весь Его Стан Который Он Оставил И видно На тех Дальних Планах То есть Здесь Попытался Автор Изобразить Не Конкретно Вот эту Сейчас Борьбу Которая Происходит На Гравюре Гюстава Доре А В целом Главу Библейскую Какую там У нас По счету 32 Я уже Не помню Или 32 Да Главу Когда Он Послал Видите Вот Вот это Судя по всему Идет Исав С каким-то Небольшим Войском А вот он Раз Два Три Три Посылает К нему Погонщика Со скотом Дабы задомбрить Исава А вот здесь Остались Жены его Наложницы его Сыновьями его Которых уже много И небольшая группа скота А он сам Отдельно Перешел поток И борется С ангелом И видно Надпись 1548 год Ну на секундочку Почти 500 лет Данной Гравюре Вот Такой Я нашел Экземпляр Снято Это в 40-х годах Прошлого века То есть 1940-е 50-е Точно не помню Карл Карлсруэ Бывший Резиденцией Великого Герцога Сегодня Это Бадисше Бадисше Ланс Музеум Где-то в Германии Судя по всему 1758-1775 Года Поназываю, что Картина, конечно Цветная Но не нашел я ее В оригинальном Цветном изображении Видно здесь тоже Иакова Борющегося с ангелами Видно также поток И за потоком Находится, судя по всему Его семья Так, это мы оставим Чуть в сторонке Хочу показать еще Из книги, которую мы уже Неоднократно с вами Созерцали Рудольфа вон Эмса 1400-1410 Но автор Самой мировюры Этого рисунка Неизвестен Вот здесь Выглядит Ангел Несколько по-другому И как будто бы Он уже благословляет Иакова А не борется с ним Я бы так сказал Вот такая гравюра Джулио Бенцо 1600-1668 год Это не гравюра Это, по-моему Работа красками Также вот такую я нашел Часть странички Из откуда-то Йост Аман Швейцарский художник И гравер Северного возрождения 16-го века То есть 1500-е года Признанный мастер Книжной иллюстрации И ксилографии Кляйн Майстер Ксилография Это у нас Гравюра На дереве Если мы приблизим То видим мы Подобную сцену Где не только Борется Иаков С ангелом С ангелом Но и видно все его В общем-то Весь его стан Всех его Животных Всю его семью Всю его богатство Есть также и скульптура Николаус Герхард 1466-1471 год Года И это у нас Чойер Чойер Стоус Дуб Южная часть Это знаете Что у нас Вот это Чойер Стоус Это вот Такие Места В католических Соборах В костелах Для того Чтобы молиться Становиться на колени И молиться Вот человек стоит на коленях А сюда Это не лавочка Чтобы сидеть Это чтобы Если я ничего не путаю Чтобы туда Прикладывать Локти ставить И молиться А Самое главное Не показал Вот это у нас Помните о весолом Я не помню В прошлый раз Не в прошлый раз На прошлой лекции Когда мы разбирались С вами смерть о весолом Это присутствовало или нет Ну в общем-то Это весолом у нас А вот на верхней части Вот этой боковушки У нас изображен Как раз Яков Который борется с ангелом Вот если посмотреть Как это сбоку выглядит То видно Что это проходит ряды Вот эти самые Ну специальные места Для того Чтобы там Молиться Либо сидеть Вот фрагмент верхушки Выглядит вот так Это резьба И На секундочку Это у нас Какой год 1466 Немного Немало Ну и собственно Наша Грамюра Густава Доре Из нашей колоды Здесь мы видим Чуть больше Чем нам показывает карта Мы видим здесь Не только борющийся Иакова с ангелом Но видим внизу И стан Видно пальмы Видно воду Видно Там верблюды В общем-то Люди Остановились на ночь Иакову Не до сна Ему надо продолжать Бороться Есть такая Интересная Вещица Я попытаюсь Вам приблизить Вот такая Необычная Вещица Качество Конечно Не супер Но на одной С одной из сторон Как раз изображен Иаков Который борется С ангелом И что по этому поводу Пишут Что это ящики Бессамим В форме башен Имеют давнюю традицию В иудаизме Что необычно В этом Так Это сочетание Серебряной филиграни И эмали Которые были Обычным явлением Христианских Ритуальных предметов Таких как распятие Заказчики Такие евреи Заказавшие эту башню Очевидно знали О таких христианских работах Башня была построена В 18 веке В Швебиш-Гмюнд Где в то время Не было Эти еврейские общины Изображение На двух уровнях башни Взятые Из известных Библейских историй На них показаны Самые разные сцены Елизер Укальлот С Исак Благословляющий Своего сына Иакова Вот то чем мы читали Вместо Исава И сон Иакова О лестнице на небе Мы об этом не читали Оно не имело отношения К нашей карте И борьба Иакова С ангелом То есть мы как раз Об этом уже читали И когда он ему дал Имя Израиль Вот такая вот Необычная дорогая штучка Примерно 1700-х годов Есть также Есть также Современное такое вот Искусство Это 1952 год Числавия 2 Иаков и ангел Бентон Мердок Спруанс Видно здесь Саму эту борьбу Интересно и примечательно Что лицо Иакова Сливается с лицом ангела То есть это как будто бы Два разных тела И два разных персонажа Но Можно здесь Как бы сказать Что это внутренне Какая-то борьба происходит Борьба внутри человека Борьба в голове В конце концов Но настолько явно Что внешне Выделяется Два отдельных тела Два отдельных персонажа Ну вот По картинам И все И давайте мы с вами Еще посмотрим Напоследок фильм И будем на этом завершать Имеется ввиду Не сам фильм Посмотрим А какой На самом деле Было несколько вариантов И я должен сказать Что почти все Которые так или иначе Касаются Спорта Можно было бы отнести К этой карте И к тому Что здесь изображено Потому что Зачастую Все те голливудские фильмы Которые Известны Нашумевшие Относительно спорта Там будет И присутствовать Какой-то явный человек Либо в виде спортсмена Либо в виде какого-то менеджера Либо в виде тренера Либо в виде еще кого-то Кто мог подниматься С низов И добиваться чего-то И конечно же Там всегда пахнет Пятерка жестов Там всегда пахнет Внешними соревнованиями И наряду Могут быть И внутренние соревнования В принципе Наш сегодняшний фильм Не исключение В оригинале Называется Moneyball В варианте Перевода на русский язык Назвай его Почему-то человек Который изменил все Не обращайте внимания На ошибку Здесь сыграл роль Один из моих Думаю не только моих И ваших Любимых актеров Это Брэд Питт Фильм Не то чтобы прям свежий Я что-то Честно говоря Не помню Какой это год Но там же И сыграл еще Джона Хилл Достаточно Сейчас уже известный Актер А тогда В общем-то Он был не таким уж И популярным Его можно Увидеть Если вы не знаете По имени Кто это Вот Ну тут слабенько В общем-то видно Он сейчас очень Во многих фильмах И потом он во многих фильмах Сыграл Человек популярный Я почему Такую страничку Здесь еще Вынес Показать Потому что Все запросы Относительно того Чтобы найти Какую-то Раскандровку По фильму Манибол Человек Который Разменил все Очень часто Брэда Пида Показывается Самого И я когда Начал задумываться А ведь так оно и есть Хоть это Больше такая Борьба Конкуренция Где ему Приходилось Отстаивать Как Он не тренер был Он был как менеджер Которой Задача его была Находить Баскетболистов От тренера Их тренировали А его задача была В общем-то Продвигать их Потом Выгодно Если что Продавать Кого-то Выгодно Покупать Вот такая У него работа И понятное дело Что на этом рынке Много конкуренции Как конкуренции Среди таких же Агентов Как и он сам Так и здесь Пахнет конкуренцией Внутри Самих Бейсболистов Пахнет конкуренцией И в виде борьбы Внутри самого Бродопита Которая там происходит Когда ему нужно Как вот с ангелом Бороться Бороться с каким-то Своим внутренним желанием Особенно это В конце фильма ощущается Это в принципе ощущалось На протяжении всего фильма Когда он набивался Какого-то успеха Но и ощущалось Особенно когда Он боролся С тем Чтобы принять Выгодное предложение По деньгам Выгодное Но не выгодное По его принципам Предложение Либо от него отказаться И Поэтому так много Изображений Картины Где он сам Представлен И я вспоминаю Весь этот фильм Могу сказать Что да Там очень много Показано борьбы Самим собой Внутри Того что происходило С Брэдом Питтом В целом Фильм очень интересный Если его Вы не смотрели То рекомендую К просмотру Говорят Что Брэд Питт На тот момент Сыграл Чуть ли не Самую лучшую Свою роль Именно так Как он смог Раскрыться Как персонаж Как личность Многогранная В чем-то И в целом Если вы любите Брэда Питта А этот фильм По какой-то причине Не смотрели Рекомендую Останетесь довольны Ну и тут же можете вспоминать И в целом Пятерку Жезлов И вспоминать Нашего персонажа Иакова Хотя Там показан Сравнительно небольшой промежуток В жизни Брэда Питта Отчасти есть отсылы В прошлое Когда он был сам Бейсболистом И его карьера Неудачно завершилась Но тем не менее На этом небольшом промежутке Его как агента Он как раз Показан Тем человеком Который Среди равных прочих Борется за то Чтобы выбиться Стать лучше Команда Которую он тренирует Ну не тренирует Которую он ведет Промоутирует Она Также Имеет Право Среди равных прочих Ну там правда Чуть-чуть попахивает Того что они чуть хуже Чем остальные В плане финансирования Но тем не менее Все спортсмены Все такие же талантливые Хорошие Удачные Удачные ребята Они имеют Такое же право Выбиться В высшую лигу И занять первое место Чего не было Там последних Несколько десятков лет И все это Может случиться А может и не случиться И фильм в том-то И дело Сохраняет такую Жизненную правдивую интригу Потому что Он снег кстати По реальным событиям Что Ты до конца не понимаешь А все-таки Удастся или нет Будет хэппи-энд Или не будет хэппи-энда Просто правдивая Жизненная история Жизнь Как таковая Как она есть Вот эта самая борьба По пятерке жезлов Там происходит Что внутреннее Что внешнее В виде явного спорта Рекомендую Посмотрите Останетесь довольны Вот и все Вот и все Если кто не согласен С тем что Эти две карты Одинаковые И что Пятый дом Зодиакальный Льва Можно прям сюда Отнести Можете спорить И писать свои мнения В комментариях Почитаем Будем спорить Ну а Для всех остальных Мне кажется Здесь ответ очевиден И явно Четко Прослеживается Эта борьба Все эти Значения Все эти слова Которые мы с вами Разбирали Глядя на карту Которые сразу же Воспринимаются Борьба Конкуренция Азарт Потенциал Какой-то Который может быть Скрыт Это же может быть И обман И мошенничество И пустая трата Энергии Времени И сил Все Все это есть Все это присутствует Потому не буду Больше занимать Вашего времени Мы сегодня Тоже с вами Достаточно быстро Справились Вот И все Всем до свидания До скорой встречи